Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз. Семейная гостиная» в студии Тимофея Обухов. И сегодня я рад приветствовать в нашей программе Юлию Александровну Токареву, доктора, профессора Уральского федерального университета, доктора психологических наук. Юлия Александровна, здравствуйте! Здравствуйте, Тимофей! Юлия Александровна, продолжаем говорить на тему образования, на тему дошкольного, школьного образования. Продолжаем говорить и в том числе отвечать на вопросы зрителей. И сегодня наша передача коснется домашнего образования. Я, как понимаю, не просто так это произойдет, потому что после предыдущих выпусков очень много поступило звонков, вопросов, в том числе касающихся именно домашнего образования. В связи с чем такая ситуация? Расскажите, Юлия Александровна. Действительно, тема домашнего обучения детей, она на сегодняшний день стала очень популярной. С одной стороны, связанная с тем, что родителям это разрешено стало, и они видят в домашнем обучении возможность индивидуального подхода к ребенку и возможность организовать обучение в соответствии со способностями ребенка. Многие родители видят в ребенке талантливого человека, иногда даже гениального человека, и видят благодаря такому домашнему подходу, индивидуальному, возможность развития всех его способностей. С другой стороны, домашнее обучение — это очень такая давняя традиция, и на Руси было очень престижно иметь какого-то человека, который приходил, занимался с ребенком в начальной школе, или несколько учителей, и ребенок действительно имел возможность развиваться всесторонне. И следующий момент — это когда современные родители не могут выполнить требования школы, ребенок развивается, может быть, сложно для самих педагогов, ребенок, например, неуправляемый, и родители устают слушать постоянные жалобы и замечания на ребенка, и говорят о том, что, может быть, нам нужно домашнее обучение, раз школа справиться не может, давайте мы попробуем его обучать немножко в другом режиме. Вот, собственно говоря, предоставление таких возможностей или предоставление родителям выбора обучать ребенка в массовой школе или дома привело к тому, что современные родители начинают выбирать домашнее обучение. Но у этого процесса на сегодняшний день столько вопросов и столько плюсов и минусов, что очень важно об этом рассказать телезрителям и родителям, которые задумываются о домашнем обучении или приняли решение обучать ребенка на дому. Люсанна, если все-таки, как вы уже сказали, задумывался родитель, родители, о том, что стоит перевести на домашнее обучение ребенка, наверное, стоит вынести вопрос, а какие показания, может быть, для обучения? Ведь, наверное, одного просто желания недостаточно. Абсолютно верно. Но для начала скажу, что вообще в нашей Российской Федерации каждый ребенок имеет право на обучение. И руководствуясь буквой закона, мы понимаем, что вообще самое главное, чтобы ребенок обучался. Соответственно, наше Министерство образования разработало закон, в котором четко прописано, при каких условиях ребенок может быть рекомендован на домашнее обучение. Самым первым условием – это состояние здоровья. Ребенок по состоянию здоровья не может посещать общеобразовательную школу. И именно формат того, что он не может посещать, является ключевым. Возможно, ребенок в статусе инвалид. И для него процесс. Хотя и сейчас наши школы в целях вот этого инклюзивного образования пытаются оснастить разными специальными и лестницами, и оборудованием. Да, 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 чтобы мог ребенок в любом состоянии подняться в школу, зайти в класс. Но не каждая школа имеет все-таки эти возможности адекватные для ребенка. И если, например, ребенок особенный, ему необходимо особенные условия, в школе по месту жительства этого нет, тогда готовят документы. Перечень документов есть в интернете, он есть на сайте Министерства образования. И собирают показания от врачей, справки специалистов о том, что ребенку нужны специальные условия, школа ближайшая или какая-то этому не соответствует, просим разрешить домашнее обучение. Это самый первый пункт. И, на мой взгляд, он практически единственный, за который может родитель зацепиться, потому что в других обстоятельствах нужно смотреть на то, чтобы все-таки массовая школа помогала ребенку раскрыться, а не воспринимать это как мешающий фактор. Второй момент, который тоже присутствует и пишут родители заявления на домашнее обучение, когда видят неординарные способности ребенка. Например, он заметно опережает сверстников по уровню своего восприятия, непонимание материала. И это настолько очевидно, что педагоги школы и педагоги, которые его обучают, они уже начали его обучать, соответственно, домашнее обучение, мы не рассматриваем, пока ребенок не пошел в школу вообще. И учителя замечают, что действительно ребенок опережает сверстников, ему важно развивать свои способности, не останавливаться на достигнутом, и дают такое разрешение. Но здесь нам нужно, чтобы ребенок прошел ряд испытаний, это называются тесты достижений, где показывается, что действительно уровень ребенка заметно выше, и мы не можем его в силу возраста посадить в другой класс. Соответственно, приходят педагоги, которые индивидуально с ним работают и идут вслед за его развитием, помогая ему с опережением, может быть, даже экстерном закончить школу. То есть вот два таких момента. Третий момент, который присутствует у современных родителей, который я уже сказала, это когда ребенок, назовем, асоциальный, ребенок неуправляемый, ребенок доставляет массу трудностей педагогу и его одноклассникам, и школа, и родители говорят о том, что может быть вам как-то выбрать какой-то другой формат обучения, дабы изолировать такого ребенка из класса. Иногда, раз эта школа рекомендует, она и подписывает документы на домашнее обучение. И здесь для родителей огромнейшая задача, обучая ребенка на дому, все-таки не упустить и вопрос его дисциплины, и научить его вести себя в обществе. Вот три таких момента, на которые следует обратить внимание, ключевой из которых это состояние здоровья ребенка. Юлия Александровна, ну а все-таки, если ребенок не подходит под эти три варианта, но родители задумываются о переводе его на домашнее образование, что вы можете сказать по этому поводу? Тимофей, я бы сказала, что такие родители просто расписываются в своей беспомощности. То есть, вероятно, у этих родителей есть у самих проблемы в том, чтобы адекватно воспринимать школу. Адекватно, значит, видеть ее плюсы и минусы. Мы не можем сказать, что современная школа, она универсальна, она оптимальна для каждого ребенка. Да, в ней есть шероховатости, так их назовем. Но и это, собственно говоря, первая среда адаптационная, которая показывает перспективу жизни человека в обществе. Дальше будет все примерно так. Дальше на работе ты столкнешься с тем, что тебя может кто-то не воспринимать. Ты столкнешься в общении с кем-то, что, может быть, тебя могут обижать. И это некий тренаж. Школа — это первый этап представления того, что тебя ждет дальше. Конечно же, человек может выбрать себе по жизни условия, которые будут, ну, такого, назовем, тепличного варианта, и организует свой какой-то быт, пространство, работу так, что он будет минимально сталкиваться с определенными трудностями. Но ведь это уже специальный подход, то есть ты должен уже понимать, от чего ты уходишь. А сейчас у нас ребенок еще не понимает, чего боится родитель. То есть ребенок подходит к родителю. Вообще ни один ребенок, если начнем с этого, он не знает, что есть такой вариант, как домашнее обучение. И ни одному ребенку в голову не взбредет, мама, а давай я буду обучаться дома. В связи с чем вообще, с чего ты взял, что это вообще какой-то вариант реальный. В любом случае, этот вариант ребенку сказал какой-либо взрослый и сказал по какой-то причине. И я бы сказала, что тот взрослый, который предложил, вот у него есть какая-то психологическая проблема или какой-то взгляд на школу, как на то, с чем он не справляется, и понимает, что ребенок его тоже не справится. И мне кажется, что прежде чем ребенку предлагать, родителю нужно подойти к психологу и сказать, вы знаете, мне жаль моего ребенка, я боюсь за него, мне страшно, что будет с ним в школе. Давайте мой страх, мою боязнь, мои какие-то опасения относительно собственного ребенка обсудим. И решим, почему это я так вот себя веду, потому что с ребенком пока все в порядке. Но ведь можно понять тех родителей, которые искренне считают, что ребенок в школе научится всему очень плохому. Потому что в школе сосредотачивается большое количество детей, зачастую они без присмотра, без должного внимания. И, соответственно, начинаются какие-то вот темные стороны жизни, пусть детской. Я согласна, но дело в том, что именно такие родители, они забывают про самих себя. Потому что сейчас с той информацией огромной и положительной, и отрицательной, с которой приходит ребенок из школы, должны работать они. Именно они ее начинают группировать, структурировать, помогать понять так, чтобы она стала максимально для него полезной. И даже если что-то произошло плохое, задача родителей посмотреть на эту ситуацию так ребенку, чтобы он увидел из нее какой-то очень важный, серьезный урок. Я вижу только в подходе к домашнему обучению, в таком случае, когда нет показаний, то, что родителю не хочется вкладываться в ребенка и как-то еще после школы заниматься тем, чтобы начинать фильтровать все его знания и пытаться их преобразовать в какую-то полезную форму. Элементарная родительская лень. Александр, тема обширная. Мы с вами планировали поговорить и о минусах, и о плюсах домашнего образования, о том, что может дать, или наоборот, что может забрать домашнее образование у ребенка в будущем. К сожалению, в рамках одной программы не укладываемся. Поэтому несколько рекомендаций от вас, и пообещаем нашим зрителям, что продолжим эту тему в следующей передаче. Но исходя из того, о чем мы сейчас говорили, хотелось бы обратить внимание родителей, что все-таки домашнее обучение – это форма обучения, которая показана специальной группе детей. И, наверное, было бы для ребенка большим вопросом, «Мам, а почему я отношусь к этой специальной группе, с чем я не справляюсь?» Поэтому, уважаемые родители, предлагая ребенку специальное обучение, готовьтесь ответить для него на вопросы, что же с ним не так, или почему он попадает под эту специальную категорию. Вот так. Спасибо большое, Юлия Александровна. Дорогие друзья, это была семейная гостиная Юлия Александровна Токарева в нашем эфире, отвечая на вопросы зрителей. Следующая наша программа будет посвящена продолжению темы домашнего образования. Спасибо вам большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok